О взрывах в Бердянске, мобилизации в Запорожской области и деградации ЖКХ на оккупированных территориях поговорим с нашим гостем. Это Виктор Дадукалов, заместитель главы Бердянского районного совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. О серии взрывов в оккупированном Токмаке на Запорожье сообщили накануне мониторинговые каналы. Громко было и в Бердянске, в районе порта и со стороны Азовского. Вот местные коллаборанты, ну, традиционно уже сообщили о каких-то военных учениях. Местные жители пишут, что над городом кружили вражеские вертолеты. Что известно сегодня? Может, есть какие-то подробности? Ну, последнюю тенденцию, такую можно обозначить, что последние несколько недель беспилотники проходят почти 100 километров оккупированной территории Запорожской области. Эшелонированное, легендарное ПВО, которым хвастаются русские постоянно. И долетает даже до Бердянска. Да, действительно, был прилет и по порту, который является полноценной военной базой, военным объектом, который используется оккупантами. Были прилеты и по сосредоточению техники, которая находится на территории города Бердянска, и по району, в селах, где есть и техника, и боекомплект, и личный состав. Достаточно там целей. Ну, уточню, что оккупанты не только говорят о том, что учения, они очень часто по одной и той же серии взрывов путаются. Они то информируют, что вроде ПВО все там у них отрабатывает, вроде бы как и учения потом говорят. То есть они не могут иногда определиться, как информировать общество, потому что они понимают, что не скрыть правды. Справедливости ради скажу, что не все, конечно, долетает, но, тем не менее, прилеты есть, они результативные, и оккупанты не чувствуют себя там, в спокойном тылу, как им раньше казалось, на берегу Лазовского моря, Бердянске в том числе. Поэтому, да, они напряжены, конечно, это связано и с репрессиями для местного населения, но, тем не менее, они понимают, что в Украине им не место, и наши вооруженные силы в любом случае будут их отсюда выбивать. Скажите, а вот как отреагировали на сбитый самолет А-50 под Бердянском, вот, в самом городе, да, и жители как реагировали, вот, и оккупанты? Жители адекватные, мы говорим про адекватных жителей, жители рады бесконечно, более того, как раз, когда появились, когда полетели беспилотники последнее время по территории нашего района и города, по оккупантам, по врагу непосредственно, люди говорили, что мы слышим новые взрывы, это хорошо, ну, то есть это нравится, это очень, заходит местному населению, это добавляет настроение тем, кто держится еще в оккупации. А оккупанты, конечно, это все, если касается оккупантов, это исключительно связано с репрессиями, потому что были сигналы о том, что на побережье, значит, проводили, так сказать, шмоны среди местного населения, проверяли, искали наводчиков, то есть они на полном серьезе искали тех, кто навел на эти самолеты, на А-50, там, на второй, который был поврежден. И я думаю, что такая тенденция будет продолжаться, потому что они, ну, они понимают, вернее, они во всем ищут претензии к местному населению по поводу любых прилетов, но по поводу самолетов их очень это напрягло, но с другой стороны, они же информировали, что это вроде бы как их же было ошибочное сбитие, они там перепутали систему там свой-чужой, что-то у них не получилось, но тем не менее они ищут наводчиков. То есть они признают, да, что все-таки это было не по сценарию и не совсем то, как они озвучивают, ну, что это постоянное вранье, но, к сожалению, повторюсь, для местного населения это очередные репрессии, это очередные блокпосты, очередные проверки телефонов, личные досмотры машин и так далее и тому подобное, то есть, опять же, это держит в напряжении оккупантов, ну, может только радовать нас. В Мелитополе россияне проводят еще более жесткую мобилизацию в ряды своих вооруженных сил, и вот отныне, если мужчина не становится на учет, они вообще не могут даже, ну, обратиться к врачу, получить какую-то помощь. Вот об этом сообщал городской глава Мелитополя Иван Федоров. Хотели узнать, что с этой незаконной мобилизацией в Бердянске? Никуда она не делась, она усиливается, активизируется, и щупальца ее пролезают где угодно, и в частные предприятия есть информация о том, что обязывают фермерские предприятия ставить на учет всех лиц мужского пола. Поэтому при любом обыске домовладений, жилища, людям очень часто вручают повестки просто вот практически, так сказать, на ходу. Любое соприкосновение сейчас с оккупантами, с оккупантской властью, как правило, сопряжено с потенциальным вручением повестки, ну или как минимум с вопросами, почему вы не были в военкомате, почему вы там не ходите, какая вам нужна помощь. Ну и вообще очень-очень жестко оккупанты намекают на то, что всем надо там появиться, но местное население понимает, что в военкомат ни в коем случае появляться нельзя, потому что были там у них попытки создать так называемый батальон имени Судоплатова, который благополучно был создан и благополучно был уничтожен вооруженными силами Украины. Этого подразделения как такого уже не существует фактически. И сегодня люди это понимают и оценивают, что за Россию воевать это равно смерти. Поэтому максимально все стараются избежать, вплоть до того, что да, если приходится увольняться с работы, то увольняются с работы, дабы не подпадать под какой-то потенциальный военный учет. Если надо какие-то принимать другие меры, выезжать или что-то еще, то покидают оккупированную территорию. Но эта мобилизация очень всех, скажем, напрягает местное население. И они не намерены, и не пользуется она популярностью, эта мобилизация. Никто не хочет идти непринудительно, недобровольно воевать за Россию. Потому что местное население себя идентифицирует, как украинцы в первую очередь. И вот все ждут такого момента, который может наступить, как это было на территории Донецкой, Луганской области в 2022 году, как это происходит иногда на территории России, когда принудительно силой с улиц забирают, упаковывают в автобусы и вывозят в неизвестном направлении, и превращают потом в пушечное мясо этих людей. Это может произойти в любой момент на нашей территории. Я постоянно информирую наших жителей о том, что мы должны быть готовы в любой момент прятаться, бежать, уезжать, что угодно, но ни в коем случае не попадать в эту смертельную ловушку российской армии. Вы знаете, вот вчера были такие страшные цифры. Среди погибших в российской армии 48 человек 2004 года рождения и 7 человек 2005 года рождения. То есть, получается, уже вот вчерашних школьников вот эта путинская машина, она отправляет в мясорубку. Да. Я когда выезжал еще из оккупации в апреле 2022 года, я уже тогда встречал людей, которые много младше меня, им на вид так и было 19-20 лет, они стояли в непонятной форме. Я так понимаю, что это были так называемые представители так называемой ДНР, и у них портупеи еще советские, какие из какого-то склада были одинаковые у всех, новые ремни с советскими портупеями. Советские такие портупеи. То есть, мы понимаем, что их даже одеть и обуть не во что было, но тем не менее, они нуждаются в этом пушечном мясе. И просто Россия берет количеством, а, к сожалению, Украина теряет в этом всем качество, потому что у нас лучший генофонд воюет и гибнет лучший генофонд. А Россия, они считают, они там бесконечные практически. Вот так вот и происходит. Такой еще вопрос. К 15 годам лишения свободы, запретом занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органах, и с конфискацией имущества приговорили начальника так называемой народной милиции в Бердянске. Вот об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Запорожья. Скажите, а какое количество таких деятелей сейчас есть в Бердянске, хотя бы приблизительно? Если мы говорим про формальную составляющую, то есть уголовные производства, в которых фигурируют сотни. Сотни человек, которые разные статьи Уголовного кодекса нарушили. Либо преступления, связанные с проведением выборов, референдумов так называемых, либо занятия должностей в оккупационных органах власти, в силовых структурах. Но, уточню момент, который считаю важным, что представители так называемых милиций народных, я вообще не понимаю, что там за народная милиция, если она у них просто кремлевская контролируется кремлем, а не какой-то народной там не идет речь. Многие представители, которые именно возглавили органы, они как раз являются не бердянцы. Это либо внутренние перемещенные особы из Донецкой области, ряд таких из Мариуполя и дальше еще с некоторых городов Донецкой области есть, которые с оккупацией раньше выезжали. И некоторые такие же представители приезжают и из России, в том числе, работают. То есть местное население не согласилось в таком количестве на сотрудничество, но, тем не менее, достаточно представителей в той же самой милиции, полиции и местных. Это мы говорим, если конкретно там за милицию оккупантскую, то их там пару сотен человек существует. И скажу так, что по 90, наверное, процентам всех коллаборантов, как минимум, есть информация и, в лучшем случае, есть и уголовные производства. Но приговоры еще не по всем есть, потому что в судах этих дел достаточно, в следствии этих дел достаточно, но практически по каждому, который участвовал в референдумах, выборах, который пошел там возглавлять какой-нибудь пенсионный фонд, ЗАГС и так далее, по этим сотням людей есть информация, уголовные производства. И я уверен, будут и приговоры рано или поздно. Причем мы понимаем, что некоторые настолько, я не знаю, себя, ну, как я не знаю, правильно, цензурно сказать, как себя ведут, что приезжают там на подконтрольную Украине территорию с деньгами, которые заработали от оккупантов, пытаются их спрятать, их потом тут задерживают. Разные уже такие были случаи. И эти все приговоры превращаются не в заочные приговоры, а в реальные сроки. И поэтому на оккупированной территории все прекрасно знают, что рано или поздно реальное наказание будет. И эти люди там, ну, долго задерживаться не собираются. Они живут сегодняшним днем, урвать побольше и, соответственно, потом рано или поздно убежать. Спрятать где-то деньги, да. И убежать себе на болото, скорее всего. Ну, их там тоже особо никто не ждет, но мы понимаем, что этих людей сотни, не тысячи, к счастью. Оккупационные власти Запорожской области через подконтрольные ресурсы и СМИ, и телеграм-каналы разгоняют сообщения о том, что в Украине якобы начали ограничивать снятие наличных, так как клиенты банков бросились массово снимать деньги в связи с рассмотрением нового закона о мобилизации. Об этом пишет телеграм-канал «Бердянск.Сегодня». Скажите, а какие еще фейки вот сейчас вы фиксируете на временно оккупированных территориях? Самое, наверное, большое количество фейков связаны с боевыми, с военными действиями. Потому что некоторым людям я лично говорил, что Запорожье не оккупировано, например. А они в этом мыльном пузыре информационном находясь там некоторые, они даже не знали. То есть им там рассказывают, что вот Запорожье оккупировано и все. Ранее были фейки по поводу свержения там власти в Украине, по поводу того, что Зеленский убежал или что-то еще. Но вот эти фейки, они настолько однодневные, что сейчас уже многие даже не вспомнятся людьми, которые, ну, когда раньше они в них верили, а сейчас уже там сказать кому-то. А вы помните, как вы обсуждали, что там, допустим, Зеленский уехал в Штаты и не вернулся? Зеленский уже там 10 раз съездил в Штаты, например, или в Европу и вернулся. Это все действительно фейки. Сегодня это фейки, связанные с проведением мобилизации на территорию Украины. Сегодня это фейки, связанные с тем, что бюджет Украины пустой. Фейки, связанные с тем, что оружие, вооружение международные партнеры Украине не помогают. Это вот то, что активно пропагандируется, в принципе, и в России. Только разница в том, что в России это рассказывают россиянам. И они безальтернативно всему верят, потому что они россияне. Ну, как бы так случилось, они не склонны анализировать. А в Бердянском районе украинцы, которые знают, анализируют, знают, где искать. И стараются хотя бы минимально следить за адекватными новостями. Поэтому я был удивлен, что кто-то, например, в такое верит. Потому что россияне в это верят спокойно. Для наших это, ну, наоборот, знаете, удивительно, что кто-то там не знает правдивой информации. Поэтому не заходят фейки, не заходит это все в души и сердца наших граждан. Живут они действительно день, два или 72 часа, как говорится. И все. Ну, особо они не влияют на информационную составляющую. Потому что люди интересуются, люди верят и хотят, чтобы эту территорию деоккупировали. И они понимают, что рано или поздно это произойдет. И верить россиянам ни в коем случае нельзя. Мы это знаем уже давно. Ну, вот на временно оккупированных территориях есть проблемы со связью, интернетом. В Бердянске фиксируют проблемы не только с водоснабжением, но еще и с отоплением. В городе по меньшей мере 70 домов, может, как-то цифра изменилась, поправьте. Долгое время остаются без тепла. А скажите, почему так быстро, да, вот, деградировало ЖКХ города? Они вообще хоть как-то занимаются или нет? Ну, официально, да. Знаете, у нас вот в Бердянске, ну, не только в Бердянске, во многих территориях, такое вводилось понятие оккупантами, как шефство. В Бердянске конкретно есть шефы, знаменитые шефы из Твери, которые когда-то там привезли трубы, неподходящие по диаметру. Шефы из, кажется, Чувашии или из Ингушетии, ну, из каких-то вот подобных регионов, есть каких-то куча шефов, но все приходит в разруху, превращается в разруху. Кажется, мы с вами в эфире где-то в октябре, может быть, в ноябре обсуждали тему отопительного сезона. И я тогда говорил, что оккупанты отопительный сезон начали 17 октября. Он пошел, в принципе, без проблем, несмотря на перебои со светом и с водой. То действительно, по состоянию на сегодня десятки домов остаются без тепла. Причем это число, это количество меняется ежедневно. Если у нас несколько дней назад была информация, что, кажется, 26 было домов, потом 70, то завтра их может как увеличиться количество, так и уменьшиться. Проблема в том, что инфраструктурой никто не занимается. Никто не занимается ее диагностикой, никто не занимается текущим ремонтом. Обновлением оборудования. У нас поступает информация сейчас о том, что потребление воды, допустим, в Бердянске, несмотря на меньшее количество жителей местных, больше, чем было до войны. Почему? Потому что никакой порыв не ликвидирован. И вода из водопроводных сетей течет просто в землю. Потому что, повторюсь еще раз, несмотря на огромное количество шефов, так называемых, ряженых каких-то, и этим инфраструктурой никто не занимается. Не могут россияне ничего сделать. Электроэнергия, ну простите, 21 век. У нас на территории Украины после сумасшедших прилетов, десятков ракет ежедневно в эти объекты инфраструктуры, через часы включалась электроэнергия. Там нет ни одного прилета никуда в объекты инфраструктуры, электроэнергии нет просто так. То есть они вообще ею не занимаются, у них не хватает специалистов, у них не хватает оборудования, у них не хватает современного подхода, у них не хватает мозгов и у них нет желания. Поэтому совокупно все вот эти вот проблемы я попытался объединить, вот в эти вот причины это все, к сожалению, уходит все только в худшую-худшую сторону. Абсолютно ничего не происходит, так называемых властей нет, не видно и не слышно местных, которые должны как бы информировать, быть открытыми к людям, они должны как-то заигрывать с местным населением. У них там бы проходили какие-то выборы, референдумы, что в результате? Кто за что отвечает? Никто ни за что не отвечает. Ничего не происходит. Вот так. Виктор, я помню наш с вами разговор, вот как раз он касался вот этих шефов, так называемых, о которых вы сказали, что они привозили в город. Это были, по-моему, из Твери, из Чуваши, я просто не вспомню уже, они привозили камеры, камеры для слежения за людьми, которые расставляли по городу, чтобы оккупанты могли видеть, чем занимается население. Вот чем занимаются эти шефы, а не там коммуналка или еще чем-то, правда ведь? Да, в том числе, конечно. Ну, еще они там и литературу привозят, агитацию привозят. То есть, ну, это такое, знаете, шефство середины наполовину. Где нам надо побыть с шефами, мы там, да. А вот за что-то отвечать, уже проблема. Да, но зато можно как-то деньги, наверное, получить и отмыть, и я думаю, это у них получается. Возможно, да, где-то на среднем звене они как раз и уходят налево, да. И знаете, очень сложная ситуация на временно оккупированных территориях и с доступом к лекарствам, медицинским услугам. Чтобы получить возможность лечиться и покупать необходимые медикаменты, украинцев обязывают взять российские паспорта и вот оформить специальный доступ к такой соцзащите. И, к примеру, людей с временно оккупированной части Херсонской области отправили лечиться в Крым, но пишут, что там им в помощи отказали, потому что вот эта страховка, она как-то действует только вот в пределах какой-то области, региона. Скажите, а какая ситуация с медициной в Запорожской области вот на временно оккупированных территориях в целом? Знаете, вот вы вспомнили про Симферополь. У нас сейчас действительно люди, к огромному сожалению, узнали и почему-то ориентируются на Симферополь. Все почему? Потому что местная медицина, которая, благодаря децентрализации, выходила на нормальный уровень современный и все больше и больше обследования и операций можно было проводить в относительно небольшом городе, таком как Бердянск, то сейчас большая часть всех относительно несложных операций это Симферополь. И как бы все говорят, что ну да, вот мы тут не можем вам ничего сделать, мы не можем помочь. У нас нет здесь медикаментов, у нас нет здесь специалистов, у нас нет здесь оборудования, ну а если оно и есть, оно не запущено, не подключено. То есть у нас нет сил и средств для того, чтобы людям помогать. Поэтому там, я не знаю, какая-нибудь там операция по удалению какого-то новообразования или чему-то еще, которая в принципе несложна с помощью лапароскопической стойки, будьте добры, в Симферополь. И у местных жителей вопрос, а что, ну мы жили плохо до этого, у нас не было медицины или что? То есть где сделать Бердянский МРТ? У нас Бердянские перед войной появлялись, начали появляться МРТ. Действительно, это было раньше, всю жизнь, сколько я себя помню, это была проблема, потому что на МРТ надо было ехать в другой город, но начали появляться МРТ. Недавно вопрос в местном чате, где сделать МРТ, ответ, нигде нет услуг медицинских, и медицины нет вообще. Если она существует, все, что там существует в лучшем виде, это только для оккупантской армии. Если даже в больнице оборудуют один из корпусов специально для кадыровцев, в ВИП-корпус, а территорию больницы перекрыли на вход и на выезд, и на въезд, и нельзя попасть, автомобилем нельзя заехать, а для маломобильных групп населения, в принципе, территория больницы как раз и должна быть максимально доступной. Это доступность, начиная от пандуса и широких коридоров, и дверных проемов, и заканчивая удобным въездом, выездом. То попасть сейчас нельзя. Более того, на территории больницы находится и пенсионный фонд, а заехать автомобилем туда нельзя. Вот, понимаете, какая медицина. Там вся медицина, все, что им надо, это только война. Больше их не интересует ничего. Местное население по остаточному принципу. И буквально еще один вопрос хотели с вами обсудить. Мы уже говорили, что подавить украинское движение сопротивления россиянам не удается, поэтому они усиливают давление еще и на подростков. Пишут, что местные силовики начали часто очень наведываться в школы и спортивные кружки, чтобы найти среди детей информаторов. Более того, подростков сейчас часто отправляют на такой принудительный отдых в Россию, чтобы там еще больше влиять на их сознание. Скажите, а не привлекают ли подростков, особенно мальчиков, к таким военизированным отрядам, как это уже есть в Крыму? Ну, на данный момент я не могу сказать, что привлекают прямо по факту, но да еще с 2022 года поступала информация о том, что в школы к старшеклассникам приглашают военных российских оккупантов, они пригоняют там технику, ставят во двор БТР, заходят детям, читают лекцию, как родину любить. Потом приглашают детей в этот БТР залезть, на нем пофотографироваться и в конце записывают желающих, которые, когда станут взрослыми, будут мочить укронацистов. Это мне очень напоминает попытки сформировать Гитлер-Юген. Ну, у каждого фашистского режима было юношеское подразделение. Вот это оккупанты пытаются сделать. К огромному счастью, на нашей территории, на оккупированной территории Запорожской области, дети, подростки не испорчены, не советчены, не какими-то там воспоминаниями про пломбиры и про колбасы по 2.20, а они знают, что они украинцы, они жили в Украине, жили свободно, пользовались сервисами, пользовались хорошей связью, имели возможность путешествовать. А теперь их зовут, и в прошлом году наших детей возили в Чувашию, на какой-то там лагерь с моря детей, которые привыкли и знают, что такое море, что такое прекрасные лагеря, роскошно, все, у нас была вся инфраструктура для этого. Или в Черногорию могли съездить, или в Грецию, куда угодно, в Египет. То сейчас детей повезли в Чувашию, и дети посмотрели там музеи глиняных горшков, какие-то там скульптуры из кизяков, что у них там еще есть, и все. Они вернулись, и они поняли, что ничего там не происходит, им нечего показывать. В России нечего показывать. Там можно показывать, может быть, Красную площадь один раз кому-то, и все. И рассказать, что там еще в мавзолее мертвый человек лежит, непонятно зачем. То есть детям это не заходит в том числе. И потому что дети понимают, что такое Украина, и как живут дети в Украине. Поэтому с детьми им очень тяжело, к огромному счастью. Подростки держатся. Если не будет принудиловки такой, как в Крыму, допустим, или там, может быть, на территории России, то я не думаю, что оккупанты так быстро завоюют сердца и умы наших детей, наших подростков. Не хотелось бы, чтобы это произошло, потому что все-таки это наш генофонд, это наше будущее. Мы их сможем, я уверен, реинтегрировать обратно в общество. Но оккупанты очень много попыток принимают. Действительно, юг молодой. Формируются там какие-то псевдоволонтерские организации, в которые никто не идет. У них даже на фотографиях нет людей. У них нет активности. Нет популярности. Это не модно. К огромному счастью. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, пояснения, за эту содержательную беседу. И зрителям напомню, Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета, был в нашем эфире. Спасибо. Всегда рады видеть. Субтитры создавал DimaTorzok